привет друзья у меня раннее утро почему-то мне не спится совсем не спится еще часов с трех начинает светать у меня хорошо слышно как поют птицы за окном непростой период местами накрывает а думаю нужно поделиться этим состоянием когда у вас партнером то приближает то отталкивает приближает то отталкивает и ты чувствуешь что это очередная прокачка твоего эмоционального интеллекта твоей эмпатии насколько ты можешь выбирать эту любовь той или иной ситуации знаете это действительно про и в горе и в радости и все настолько тонко прям как снежинка знаете которая падает на ладошку и вот-вот растает она ну вот есть ты никуда от этого деться не можешь ты чувствуешь этого человека вот он ты просыпаешься вот он уже рядом потому что он где-то вот он в голове в сердце он где-то в тебе я уже на том этапе где я не страдаю от того что мы никак не можем воссоединиться потому что между нами все еще есть какие-то препятствия возможно это не готовность возможно это не окончательный выбор друг друга много разных причин много состояний и бывает ловишь себя что общение в каких-то мессенджерах она более такое но теплое скажем так нежели живу потому что когда сталкиваются два физических тела тут физическое воссоединение она уже последние последний этап на последнем этапе в начале на первый план выходят именно вот эти ментальные блоки установки в голове программы и кажется что вот-вот вы ментально разогнались друг другу поднимаетесь полуслова и шутите и как-то на одну волну запрыгнули и кажется когда встретишься с ним так хочется тепло подойти там нежно прижаться в щеку поцеловать до этого будет достаточно без слов сказал друг другу что вы скучаете но сталкиваясь на физике понимаешь что недостаточно что-то не то вот это невидимая рука в отношениях здесь не то что я перекладываю ответственность на кого-то но пространство наверное да наверное это пространство которое никак не простроиться и ты понимаешь что все в твоих руках не то что кто-то не дает ты еще не готов не готов выбрать не готов до конца принять это любовь это состояние хотя где-то в глубине души ты любишь ты даже не можешь конкретно сказать вот я люблю вот эту личность нет ты просто любишь такое теплое состояние внутри что иногда даже и слов не надо и так все понятно вообще хотела сказать насколько важно слушать себя именно себя потому что на пути будет очень много советчиков очень много информации сейчас просто бум информации почему я начала делиться своим опытом потому что мне тоже помогают женщины которые рассказывают какие этапы они проходили я вообще не придерживаюсь какой-то жесткой градации что есть определенные этапы определенные стадии отношений потому что когда ты слушаешь один человек рассказывать другой человек третий четвертый да есть какие-то схожие моменты но ты понимаешь что один человек говорит что это обязательно так а другой воссоединившись со своим плавением говорит что вот у нас было так ты и ты приближаешься к себе я когда слушаю другие я понимаю что этот путь он очень индивидуален здесь никто не может вам диктовать и никто не может четко вам сказать ага у вас там этого не было значит нет это не близнецовое пламя здесь даже суть знаете для меня не то чтобы назвать его своим близнецовым пламенем здесь суть в том что внутри происходит благодаря этой встрече у меня никогда не было таких внутренних трансформаций как при встрече с этим человеком как назвать эту душу близнецовое пламя или не близнецовое пламя вообще не важно есть просто вещи от которых я не могу уйти например то что я вот он всегда рядом вот он есть и все тебе хочется любить хочется заботиться вот и все и вроде бы он здесь и вам ничего не мешает быть вместе но все равно что-то не складывается и когда ты уже не мыслишь шаблонами когда ты потихоньку расчищаешь завал и выходишь из стереотипов кто что должен как должно быть как в обществе принято ну ты понимаешь что это не банальные отношения в которых там люди встретились для того чтобы взять совместную ипотеку всю жизнь упрекать друг друга терпеть и сохранять семью родителей нет не так есть просто два человека столкнулись которым друг другу очень сильно тянет тянет ты чувствуешь как тянет тебя ты чувствуешь как тянет его к тебе и ты понимаешь что вот эти отношения не в твоих руках ты держишь их на ладонях ну чтобы они сложились для этого действительно нужно что-то сделать и не говорю что нужно чем-то жертвовать но нужно сделать выбор выбор у меня такое ощущение что я просто выбираю его каждую секунду выбирая не скатиться в эго выбираю любите выбираю принимать выбираю нести это чувство потому что уже сколько раз я хотела просто уйти и со стороны может оказаться что между нами какое-то тянущиеся болото да но я внутри то понимаю через что я прохожу что у меня внутри меняется главное какой себе я иду что я по итогу получаю благодаря тому что я не отказываюсь благодаря тому что я выбираю это чувство потому что убежать и отказаться очень легко оно то больно но проще переломать себя раз чтобы это все внутри у тебя по утихло да и пойти дальше и возможно встретить что-то попроще не такое фатальное всеобъемлющее что как цунами снесет все но я продолжаю выбирать и насколько это тяжело не сдаться продолжать выбирать потому что ты находишь себе силы не ради того чтобы получился союза просто потому что ты так чувствуешь почему я и говорю что очень важно слышать себя потому что в моем случае моего партнера да я вижу насколько он нерешительны да это как бы физическое внешнее проявление когда тяжелая жизнь тяжелые испытания с детства ранее потеря родителей и это больно это трудно это очень трудно и ты видишь что у тебя хватает любви чтобы ее проявить и опять-таки не для того чтобы союз состоялся просто потому что ты можешь ты видишь чувствуешь эту душу видишь этого человека и внутри где-то в телепатических беседах так тепло а когда ты сталкиваешься физически чувствуешь эту скорлупу ты понимаешь чтобы отогреть это сердце нужно любовь близнецовый союз это союз в котором вы дарите любовь дарите друг другу бескорыстно без каких-либо мотивов получить что-то в ответ но почему происходит трансформации личностные потому что вся загвоздка в том чтобы дарить эту любовь кому-то внутри этот источник источник безусловной любви принятия нужно открыть а чтобы его открыть тебе нужно прежде всего обратить внимание на себя внутри его открыть для того чтобы ты мог дарить его другому человеку невозможно одарить одарить кого-то человека понять любить если ты не понимаешь не любишь себя ты просто не знаешь как это все ведь с тебя начинается весь твой мир начинается с тебя именно благодаря встречи ты разворачиваешься к себе открываешь и все для того чтобы любить друг друга нет ничего важнее чем взаимоотношения людей на этой земле мы для этого здесь воплотились миллиардами душ чтобы друг другу что-то зеркалить не для того чтобы триггерить делать больно а для того чтобы возвышать друг друга открыть себе это сострадание любовь и дарить это миру в словах в поступках в мыслях а когда встречаешь близнецовое пламя это все просто трансформируется в тебе со сверх звуковой скоростью потому что ты можешь прожить жизнь и так и и и не коснуться до вот этого источника любви а вот встречаешь и внутри когда сердце раскрывается на скорлупа растрескивается и все ты любишь просто любишь любишь мир дышать любишь еще сильнее любишь своих детей свою семью тебе хочется подойти обнять близких но это ведь в тебе внутри в тебе не бывает такого что ты кого-то любишь а кого-то нет вот она любовь когда ты любишь просто любишь ты даже любишь любить даже так поэтому я прислушиваюсь к себе и если к примеру на каком-то этапе взаимодействия нашего мне хочется немножко погрузиться внутрь я погружаюсь да то есть я меньше проявляюсь по отношению к нему но я делаю выбор я не убегаю от этих чувств я ухожу к себе но он все равно в моем сердце и никто кроме вас не знает как оно лучше и что именно происходит у вас внутри у вас только ваше сердце знает и 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